В поселке Верхняя Синячиха в половине 12-го часа утра, то есть вот прям посредь бела дня, на улице Карла Маркса под стенами 74-го дома на автобусной остановке стройка приключилась кровавая, а судя по размеру лужи, очень кровавая трагедия. На Синячины 32-летний пилот Яков на таком же синем болиде китайской породы Лифан со 161-ми ростовскими номерами катился по Верхней Синячихе. На Карла Маркса его осененную голову клинануло, руки дернули руль вправо и Лифан соскочил с трассы и устремился прямо к автобусной остановке, возле которой стоял 67-летний пешеход, потенциальный пассажир. Лифан человека вогнал в недр остановки, ткнулся в ее кирпичную стену и отскочил в стоячий Рено Дастер. Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Лифан в состоянии алкогольного опьянения, в результате неверной выбранной скорости не справился с управлением, допустил наезд на пешехода, который находился вблизи остановочного комплекса. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Алапаевскую районную больницу. Позже в реанимации Алапаевской клиники сбитый мужчина умер, чем сильно осложнил судьбу бухого пилота Якова, которого гаишники заставили сделать дыхательную гимнастику в трубку, и пилот не отказался. Еще, 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 еще. Достаточно, достаточно. Идет анализ. Показания прибора 1-182. Видно. За пьяное автоубийство пилоту Якову вырисовалась 264-я часть 4-я УК. А теперь, благодаря громкому делу Ефремова, только ленивый не знает, что эта часть статьи предполагает до 12 лет зоны, но не менее 5. Думаете, Яков расстроился? Не, ну, конечно, расстроился. Жизнь разделилась на до и после. Но надо признать, что этот автопилот упрямо шагал к такому печальному исходу. По данным об ЛГИ, в 2018 году его уже лишали прав за пьянку на год и семь месяцев. Сейчас решается вопрос за повторное пьянство возбудить против него уголовку по 264 прим, а это еще до двух лет зоны.